Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение моей партии за Майя Сидмерс Цивилизейшн 6 Газерин Сторм. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Ну, у меня основная наука все-таки не с вольнодумства, то есть я сейчас немного потеряю, а вот вы начнете наверстывать, а мне уже не ищу. О, из того, что я вижу, у тебя нормальные компуса все с университетами почти, типа это нормально. Ну правильно, то есть вот я уже сейчас ту имею науку, которая максимум, понимаешь, о чем я говорю, у меня только, по-моему, два коммерческих района, что ли, науку дают. Ты про это, про потенциал, то да. У тебя, по сути, максимум, если ты везде универы, ну у тебя ученый еще, заученого надо. Так, хорошо. Тут давайте... Чего, кто воюет? Давайте вещеван отправим. Да, кто воюет? Мастерская, университет. Здесь мастерская готова. Ну, надо центр коммерции ставить сюда. Здесь, мне надо еще выкупить. Это следующим ходом можно, да? Нет, значит, выкупаю тут именно для текаля. Ух ты, шо это тут за армии такие бродят, ходят, колобродят. Голландские. А вон пост варваров был, который у меня благоплышный. Украл кто-то? Ну, да. Осуждаю неистово. Да. Извините. О, смотрите, тут уголь появился. Здесь вот будет промышленная зона норм. Ну, то есть на плюс 3. А, слушайте, и тут уголь. Ну, тут я все еще военный лагерь хочу поставить. Слушайте, а Япетус это внутреннее море или там выплыв в океан? Внутреннее. Я, кстати, уделен, что Конго как-то не особо по науке идет, потому что, как бы, у него тоже этих гор прилично. Конго, а ты что? А ты что? А, Конго, а ты не взял, что ли? Понятно. Конго в золотом веке не брал вольнодумство. Вот у меня сейчас реальная наука на минут 50, наверное. Это просто жесть. А у меня реальная наука 14. Интересно, за майя вообще насколько выгодно кого-то захватывать? То есть, ты захватываешь и там никакие города. То есть, у тебя там компуса ноль, видимо, будет. Правильно? Города минус 15% такие. Вот я, я смотрю, города Конго, да, у него все города рядом с горами, эти, компуса рядом с горами. Ни одного нету рядом с плантацией там или с фермой. То есть, захват из городогонка просто ноль, ноль. Что-то мне в голову пришла, короче, это, ну, пятая ссылка в один город. Ну, в начале когда-нибудь пришли, что, типа. В Венеции? Ну, типа, можно было играть, типа, вот, в один город. Ну, можно было. Ну, и в шестой цели тоже можно сделать, типа, там, плюс, там, 500% там, производства в городе, но там, штраф, там, куча процентов там от других. Так, что мы тут поставим? Давайте, может, на строительство военных лагерей, что-то, я этого не открыл. А, нет, вот. Да, попробуем военный лагерь. А здесь пеатралка не нужна. Торговую конфедерацию. А, на стоимость покупки клеток. Давно хотел. Так, тут я хочу военный лагерь сначала. Ага, тут мне не хватает уже купить клетку опять. А он сам выкупит ее? Три хода. Три хода долго. Давайте, что ли, камни обработаем. Блин, еще апнуться бы пять ходов. Так, тут у нас кампус надо пометить. Сейчас обработаю. Блин, ну мне надо не строительство военных лагерей поставить, а этот апгрейд юнитов. Мне этого надо в мечника, а потом в мушкетера. в мушкетер. Ну тут еще отряд ничего не даст, Катя тут выход в какую-нибудь другую эпоху нет. Ну в принципе запретный город можно. Так, что у меня там с темпломайором? 5 ходов, 5 ходов. Как-нибудь ускорить можно? Нет. Астрономия. Исследование. Тракоту в армию построил голландец. Ну я просто хочу поставить карточку на апгрейд, чтобы дешевле был в одном из самых крупных городов. А, 15 жителей. Хорошо. Так, дефицит энергии. Магнус в ящелан приехал. Отлично. Амания в Калакмуль приехала. Отлично. И тут Виктор тоже тусит. О, а что там так быстро? А, потому что я построил... Да, понял. Построил монумент. Монумент. Так, ну по идее сейчас я должен смочить. Давайте сменяем тут на золоте. Значит, улучшаем домичника. Так. Теперь давайте откроем порох. Улучшим. Ну, в Лиссабон. Думаю, что прям надо. Просто, чтобы... Я мог двумя убить, но я тремя это сделал, чтобы прокачать. Давайте на автомат поставлю уже этого скаута. А вот угольная станция, кстати, дает еще очки. Ух ты, по-богатому. Блин. Смотрите, а вот тут я могу акведук поставить. И дамбу, например, здесь. А, да, наверное, так надо. Ну, а этот кампус все еще там. Фигавые торговцы все. Подожди, мне, по-моему, мрамор уже кинули кто-то членю. Давай проверим. Да, мрамор у меня уже есть. Давай, будешь. Сладкий греческий мед. Зеба. Голландия должна пирожки тогда поставлять, а ты мёд, и я буду сладкие медовые пирожки. Слушай, ацтек, а ты собираешься это там? Ну, воевать. Я с ним неаккуратно союз заключил еще ходов на 13. А чё? Ну, короче, там три угля, а у меня нет угля вообще. Ну, давай его поделим. Нет, слушайте, я, если вы на инка планируете, я против. Давайте голландец продам угля. Хочешь? Ну, мне пока не надо. Ну, когда понадобится. Ну, блин, мне не очень, ты уже забрал американцы, еще и будешь забирать инка. Ну, а я не хочу инка забирать в том-то и дело. Ну, вот не забирай. Я хочу, чтобы пацанок его забрал. Я хочу просить вот с такого гряда. Слушай, ну мне реально что-то вот за май, я не подумал о том, что за май реально как-то забирать кого-либо вообще как-то беспрофитно получается в некотором смысле. Ну да, то есть еще усталость от войны будет, скорее всего, как бы ты просядешь типа еще по другим показателям. Да. Так, слушайте, я подумаю по поводу апгрейда в мушкезе, потому что у меня угольная электростанция, по-моему, даст. Ладно, давайте апну. Ладно, давайте апну. Учителей. Блин, этот дымящийся этот Ладно, давайте здесь Да блин, тут дымит Я только тут шахту поставлю Этот уголь я не буду, пожалуй, обрабатывать Так, вот тут Казармы-конюшни Ну и тут высадиться где-нибудь можно вообще? Порох открыли Ну поехали в авиацию Я не знаю, что тут просвещение Блин Так, банковское дело просвещение Просвещение как-то У меня Барахлит Ну что, не выбирается Семь ходов до просвещения Как же я так лопухнулся Не выйду в золотой Вот ты лопух Меняй ник Блин, вот это в телеграмме такая угарная штука Типа Какой-нибудь твой контакт там Стар Вот типа В телефоне типа Регистрируется в телеграм и Выдавление приходит там Дядя Вася теперь в телеграм Все время русы Да, очень угарно Есть предложение Давайте вот сижу Я не понимаю, что мне делать Можно я его заберу? Ну то есть Как мне тут побеждать? Я реально Ну Реально вот Я предположим хочу разобрать конка А смысл? Он мне вообще ничего не даст То есть это нужно Я не знаю Науки плюс Нисколько Хотя Ну бред же Да, давай Это третий радиус получается Я его не должен Выкупить Ну да Но я анек Через два хода уже поставлю Окей Красиво Это там в лесу, да? Там холм Рядом с лесным Соболем Так Сколько ходов Осталось Два Ну Мне должны дать Заугольную электростанцию Продолжение следует темпл майор уже на следующую эпоху пойдет вот проблемка что я вот тут не смогу плану когда-нибудь нерды четвертого радиуса может вырасти город но в принципе нет мне бы еще в арбалеты апнуться наконец-то но правда за арбалеты не дают очки эпохи далее а даже 3 очка эпохи можно было не а пацан в мушкетеров ну зашибись так как видок тут не нужен вот дворец потал я бы построил да наверное вот здесь бы я его построил а вот тут бы театралку а на холмах рядом с горой и тогда здесь так и театралочка поехала здесь у нас плантация здесь у нас оружейная строится денег у меня мало да блин может апнуться уже в арбалеты ты постоянно откладывают и делаю у меня больше стало мы втекали рыночек достроили так не 6 медленно текали растет мне надо чтобы он как-то побыстрее а он все не растет и не растет андавайте пока мастерские фабрики а может келуки сивания сначала фабрику все равно блин еще столько не обработано мне кстати бы рабочих поделать упала то есть минус 60 что ли гости не особо 60 малыш да ну и что взять денежного обращения реформу ну есть я торгов в темно кто даст с таком не остальное ну исход евангелистов точно не нужен здесь живут драконы точно не нужны только символу ментальности нету не они все обработано почти реформа денежное обращение точно сильно на самом деле за то что ну золотой век я не спорю ой слушать а это не план то она пустит торговые пути к нормальному союзнику с нормальными районами до 30 примерно вот вот Блин, да тут горы еще Ну, я так понимаю, что это все пока города Грека Надо сюда вниз бежать Смотреть, что там Ну, это я, правда, про морские милые Ну, да У меня вот Клюксу-34 Морской путь Слушайте, а в Тенбло Майор это не промышленные ЖР, да? Подневековье Продолжение, наверное, это у нас Рурская долина, Оксфордский университет Орсакхас Дворец Патала тоже Старый какой-то Так, тут можно убирать Плюс от центра коммерции Ваши торговые пути к союзнику Вот это поставлю Ну, и стоимость выкупа клеток, наверное, еще Пусть будет Давайте, собственно, тут и выкупим клетки Так Ну, эти Тенбло Майор вот только на двух этих клетках озера работают Все Они, конечно, прикольные Ну, тут еще и работают, потому что он не в границах просто Ну, в принципе Мне бы Лян Качнуть до Вот это Не могут быть повреждены природными явлениями И обработать все вокруг фоэго Чтоб не уничтожалось Две верфи я не могу построить Национальный парк не могу Ладно А вот два арбалетчика надо бы все-таки сделать Уже на коне Давным-давно эти Хульчо надо было Апгрейдить А ты куда отправляешь в торговые пути? Бандю-ка, я вбегаешь Мне никуда не дотягиваешь Ну, я предлагаю Челенью мне, Конго и Голландцу Либо за меня голосовать, либо за Конго Нет, Голландцу и, врач, наручных Там 20 секунд осталось Я, короче, за Конго Конго норм За Конго? Я бы запретил культурные Я тоже запрещаю культурные Господи, я опять забыл про уникальную способность ацтеков А че там у нее Эти Плюс к силе? Плюс к районам О, наконец-то, ученые Кажется, я вас всех перебил Ты за Голландца Влил по дикому, да? Конечно Теперь мои караваны Блин Почему по 34? По 34? Нифига себе Они и были по 34 Должен быть по 38 Манж пересчитается А, у нас просто Пойду выходить На улицу уже Безобразничать Так Ферма Продолжение следует... чё люкс военный да давай да не трогайте ничего и ну чё вы фу-фу 1 864 армию другой 861 настрогали уже нашли друг друга давайте наверно 2 в лиссабона на игре больше чем европейцев потому что ни у кого пустыни нет она никому нафиг не нужно да кстати шум у нас по религиям тут атеизм и протестантизм да ну в принципе спорят ребята спорят ну мне надо в чеченицу и в текали поставить еще обсерватория текаль медленно растет и тут наверно клетки надо как-то обработать для роста где там у нас строительная инженерия да можно строить фермы на лугах здесь будет плюс 3 кстати дурацкий инженер достанется мне хотя кстати он как раз в чеченице сработает я захвачу вот эти клетки вот вот эту вот эту и вот эту голландия предложение может научность да блин чили не ну серьезно ну вот серьезно кроме кроме этого города ничего тебе больше не надо да я очень нужно это потому что я стою я пойду сейчас его снесу нахрен стали мою вывешку единственную все все блин сузеренить хотят все этот туда вообще влил ама не просто я прокачиваю губернатор потратил ради это так тут мы лен ведем чё это лёша может научный идут азам там не пофигу часы игра ну те кашем как и по культуре у нас мало нет но ты веришь типа в культурную победу нет я просто она помогает в победе я не верю в культурную победу я поверю что она помогает в победе культуру там быстрее открыть демократию вот это все а находишь научный давай научный ну просто откровенно говоря последняя культурный цивик это просвещение который нормально остальное там такое уж но до него до критично дайте а дальше уже не так 368 денег в гронингене в амстердаме гронинген отправляемся тырить бабли баблину ну давайте запретный город попробуем так хочу у меня откуда классовая борьба ускорен за суховым тковине просвещение так выкуп клеток мне не нужен наверное уже ну что тут собираюсь вот эти клетки 2 вот это да так строить караван надо купить так сколько тут три хода как раз угольную электростанцию достраиваем и делаем обсерваторию тут отлично посмотрим авиацию никто еще не вышел просвещение открыли ну ставлю наверное давайте я выкуплю клетки действительно больно будет арбалеты мои кромсать блин блин дорого я лучше арбалеты от ну так меняю это мне тоже уже не надо давайте тут рационализм ставим класс соседство кампуса поменял боже место коммерции класс какой я молодец мы сейчас наука вернется резко ну и содержание юнитов пожалуй 17 из этого мне еще надо бываем еще против варваров но ну нет давайте 229 науки вот это вот это норм так это мы открыли мир меркантилизм ну давайте в естественную историю наверно пойдем потихонечку я археологический музей здесь сделаю опять поводок предотвращен плодородность одной клетки повыше ну давайте по городам пройдемся счет игра как будто уже ходов 120 идет что таймер медленный да или мне вырасти лучше Да нет. Так, отлично. Кофе на апельсинки. Окей. Так, а где-то у нас последняя штука открывается для военного лагеря вот тут, в военной науке. Ну пока норм, пока норм, пока эти держимся, и по науке даже вперед вышли, по количеству наук я имею ввиду, но это ненадолго. Вадим, ты же слышал, да, что там на тебя нападать собираются, ты там в армию, да, как-нибудь выходишь. Ух ты, больно, как. Три, четыре, пять. Наверное, должны добить. В смысле, если я апнусь, он может меня убить, наверное, в следующем, нет? Не, ладно, апнусь. Мне кажется, этого не должно хватить ему для атаки. У меня 30 сила, а у него... Будет 45. Не, не должен убить. В любом городе. Так, ну тут явно горы. В отличное место под театралку взял, ну, кампус на ноль. Вместо театралки на плюс четыре. Вот ты, лопуха. Не устаю повторять. А я повторяю вновь и вновь. Караген, не ставь там кампус. Караген, не ставь там кампус. Так ты поставил кампус, видишь? Я говорю, не ставь кампус. А ты поставил. А я говорил, не ставь. И чилинь у тебя об этом пел, кстати. Аптим уже. Все, все, все. Ну, что, мы первые в авиацию вышли? А, не, просто новое время. Новое время. Так, дворец Потала я построил. Ну, похоже, аэропорт надо будет здесь делать. Потому что здесь у меня театралка будет. У меня еще столько необработанных клеток, на самом деле. Ну, они апнули армию. Апнули в современные юниты. А ты у нас где? А ты у нас в возрождении, да? Ну, хотя бы в стрельцов и пикинеров выйди. А потом в пушки иди. Например, у тебя на стрельцы пикинеры и пушки. И в городах стены строй. Ну, смотрите, арбалеты есть. Тебе надо... Тебе главное не терять юниты, выйти в пушки. Денег мы тебе кинем на апгрейд. Все мировое сообщество обеспокоено вот этими гудморнингами двумя. Это люкс, он вначале сидит, так, все, забирай меня, у меня тут жопа, забирай меня полностью. Ну, сидит на первом месте по науке и культуре, и хоть всех захватывает. Так плохо. Только потому что я забрал унцу. Что? Только потому что я забрал ту ггэшку, которую я хотел забирать. Вот прям все в одну ггэшку упиралось. Она, ну, в смысле, она открывала дальше к городам. Сейчас бы я сидел в пять городов, сосал лапу. Кто продаст инфу о научных городах-государствах? Я продам. Ну, кроме Таруги. Ну, да, естественно. Ну, давай за этот, за уголь. Согласен. Сколько тебе? Ну, давай как-то, типа, обязательственно. Ну, то есть мне сейчас просто не надо. Вот потом дашь, там, двадцать. Я спрашиваю, сколько? Двадцать. Двадцать. Давай, можете, я тебе сразу дам сейчас двадцать, чтобы меня дальше копился уголь. У меня в этот выйдет. В предел, типа. Ну, давай там по чуть-чуть просто будешь отдавать. Ну, в общем, двадцать. В смысле? Просто если ты мне сейчас дашь, там и смысла нет. У меня просто тоже в предел все упрется и все. Так у тебя есть уголь, получается? Ну, да, я забрал один. Но мне недостаточно. Ну, давай десять я сейчас дам. Буду десять. Ну, давай. Потом еще десять, окей. Да. Кинул. Сейчас метку поставлю. Ты только одну знаешь? Да. Я думаю, она только одна и есть. Кроме тортыли. Увидел. Ого, нихрена себе. Да, увидел. Далеко. Это все там Пангея, вот в этом месте все еще наш континент такой вот весь. Я тебе могу сказать, что это остров. Тебе нужен этот корабль. Ну, либо плава. Да у меня... Ты что, у меня лошади копытами по воде. Знаешь, как шлеп-шлеп. Нормально. Доплывут. Четыре, пять, шесть, семь. Отлично. Дворец Патала. Как говорится, sweet. Но... А. Забываю, что так сначала делать. Так, я, пожалуй, возьму на производство шпионов. Пока. Или, может, новые строители на два действия больше делают. У меня строители как раз в поленке. А. Так, что там по великим людям? Этот не нужен. Этот тоже странный. А. Челиньо, что не забираешь? Торговца. Забери торговца, Челиньо. Так, ну, надо плыть. Тут кто эггэшки получается. Да, слушайте, вообще далеко. Я бы ее очень долго искал, честно говоря. О, я тут рурку могу сделать. Хм. Это... Хорошая идея, я думаю. Что, я тут дефицит энергии? Угля дофига. Так. Тут даже если голландец выкупит эту клетку, у меня все равно будет культурный захват. Это пофигу. Так, а что я туда ее отправил? А вот тут давайте проверим. Вдруг тут есть проход. Ну, на всякий случай. Я сомневаюсь. Люкс, я бы забрал Улька Уман. Один ворот. Окей. Ну, все равно будет тяжело удержать, учитывая, что Тилбург встал. Ну, да. А тут Тилбург, кстати. Ладно. Ну, вот этим рабочим я тут уберу лес, поставлю аэропорт из Уак-Кабналя. Пока я это не могу сделать, я строю театралочки. Ну, пока в семь городов я еще держусь. Но я начну отставать все-таки, мне кажется, по науке. Я просто хочу посмотреть, возможно ли за майя в сетевой игре как-то конкурировать, чисто играя вот этими городами, которые в шести клетках от столицы могут быть. Еще, кстати, вопрос, мог ли я... Вот, смотрите, дайте вам домашнее задание. Вот вы видите сейчас мою территорию. В принципе, вам понятно, шесть клеток от столицы. Можно ли было как-то по-другому расположить города, чтобы их влезло больше? На самом деле можно, конечно, но вот мне интересно более правильное расположение, такое, знаете, математический выведение. Даже если посчитать вот математический, да, то есть надо именно в шестом, вы можете в четырех клетках поставить город, в пяти, в шести. И так вот варьируя, может быть, влезло бы больше. А, это мне за дворец потал очки дипломатической победы дали, да. Задание Наски нафиг надо. О, здесь заодно и жилье закончилось. Строим театр. И в Ящичелане. Блин, да. И получается на производство. Блин, как великий библиотек. Это вот кто-то взял сейчас ученого, и у меня ускорился паровой двигатель. Зашибись. Я единственный, кто в авиацию вышел. Может все-таки забрать Конга. Или, или Грека. Мне его территория больше нравится. И города. А, да-да. Редактор субтитров. Так, а что там? Какой следующий ученый? 250 за каждую синюю клетку с горами? Да пускай. Забирают. Вот это, кстати, хороший торговец. Так, у меня 7 городов, да? И только в 4-х... Что-то у меня нету в Чеченице коммерческого района. В Колокмуле, получается, да? К эти в Колокмуле можно следующим ходом вот сюда, наверное, поставить. Угу. Хобби есть. Текали есть. В Яшчелане нету. Но вот в Яшчелане можно вот здесь как раз. Театралочка-то тут получше вот сюда встанет. Тут плюс 2. Конечно, плюс 3, но... Не хочу производство убирать. А здесь лучше ферму еще одну. Уровень союза как раз дойдет до 2-го. Я открою ту территорию, которую он открыл. Дамба. Не, дамба у меня хорошо, кстати. Стоят. Гореген, можешь выбрать своего разведа? Ммм... Да, сорян. На автомате там уже бегал. Так, археологический. Понга, что ли? Ну, мне надо плыть просто дальше надо. Не высаживаясь особо. Так, универ, боже, как тут быстро все строится-то? Слушай, люкс там... А, ладно, забей. О, видите, произошел захват. Да я хаски же война оберил, там каравалла просто... Блин, он дамбу построил. Нашими торговыми путьми. А также это Арканзас, подождите. А это Миссисипи, почему я не могу дамбу? Устроить. Ты, да как... Спасибо, Карагин. Да как? Просто какая-то доля секунды. Даже подумать успел. Это Белиз, река. Это Арканзас. Почему я... А это Миссисипи написано. Почему я здесь не могу? Река Миссисипи. Ну ладно, давайте обсерваторию тогда, пожалуй, начну. Так, у меня обсерватория везде уже. Тут есть, в этой строю. Тут есть, тут есть, тут есть, тут есть. Тут университет уже. Да, это будет везде. Слушай, Ашан, глянь. Ты чеченицу видишь же, мой город, да? Ну, который соседствует с твоим Бостоном. Как ты думаешь, почему слева от промышленной площади невозможно построить дамбу? Потому что лес может мешать, нет? Нет, прям слева. Прямо слева соседняя клетка, сразу слева. Промышленной площади. Чеченица. Слева не справа. Две грани, да, все, что он две грани, одну. А, мне кажется, я понял. Все, 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 я понял. Нет, я понял. Ой, тупость. Эта клетка относится к Миссисипи. А Миссисипи тут как раз только одна грань. Я герою другая, прикатик. Блин, вот я затупил с промышленной площадью, значит. Ну, я могу построить там дамбу вроде. А что у тебя написано, что это не Миссисипи? Нет, так в смысле. Как мне твоя дамба будет соседствовать в моей промышленной площади? Ты, наверное, можешь? Да, ты же бей, ты не так важна. Ну как, плюс два производства, ты чё? Ты чё? Ну блин. Тут больше решает, что у тебя не затопит там. Это да. Ну я бы и так построил, понимаешь? А так я думал, вот я поставил промышленную площадь, исходя из того, что там будет ещё и дамба, которая будет давать. Вот обидно. Короче, понимаете, вот эта клетка считается, что в Миссисипи правильно. То есть дамба строится, если река две грани обхватывает, везут в реке две грани обхватывает, да. Но так как это к Миссисипи относится, а Миссисипи это вот эта река, там только одну грань. Вот и всё. Да. Вот был бы сейчас динамический этот таймер, мы бы даже обсудить-то не успевали. Так. Ещё строитель. Знаете, наверное, ещё одного строителя, а потом уже вот угольное, археологический, вот это вот всё будем делать. Так, тут мы берегём для второй научной ГГшки. Так, мне бы, конечно, ещё одного шпиона. Я его могу построить? Так, в колокмуле давайте центр коммерции. В очередь. Ну вот, втекали как раз сейчас дострой универ, и можно шпиона будет. Потому что в столице мы будем аэропорт строить. Так. Так, голландец, не вижу, чтобы строил рурку. Что там нанято. Универы дают две науки. Блин, ацтек забрал учёного на универы, дают две науки. Я теперь смогу не отставать от вас. Ты ацтекская жёпкая. Кто тут и может отставать? Он инк, и вот кто отстаёт. Конга, вот кто отстаёт. А ты можешь не отставать. Ну, голландцы 268, как бы... Я так понимаю, что мы наравне идём. И ты, знаешь, 232 и 268, я не думаю, что это слишком далеко. Да, тут нету про... Ну, смотрите, как горами. Вообще, Конга стратежно закрыта. Ладно, ну, мне надо коней перебрасывать. Я думаю, всё-таки я буду самолётами. Если у меня будет алюминий, я буду самолётами нападать на Грека. Поэтому мне надо мои юниты перебрасывать, видимо, туда. И мне надо хоть один караван к Греку отправить, кстати. Чтоб дорогу провести. То он и ко мне не отправляет, и я к нему не отправляю. На этом пока всё. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, поставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока!